Те, кто играет на Эмбире, многие знают Нео Хондо, но думаю, что они все знают о том, что у них есть свой канал. И за эту рекламу я не получу ни копейки, просто скажем так, по-дружески. Поэтому, парни, если вы знаете Нео Хондо, либо одного прикольного чувака, у которого кучу денег на Эмбире, можете зайти на канал по ссылочке в описании и посмотреть его видосы. Ссылочка в описании. Всем привет, друзья, с вами Бурбон. На днях вышел ролик, в котором я рассказывал о том, какие обновления стоит ожидать от Diamond Trailplay. Если вы его еще не видели, то можете посмотреть, ссылочка есть в описании. И там я сказал о том, что у меня действительно есть некоторые свои предложения насчет улучшения ролплея на этом проекте. В комментариях люди мою идею поддержали сделать об этом ролик, поэтому вот оно, встречайте, можете поставить лайк. Просили же, просили, ну типа лайк, окей, с этим разобрались. Поэтому я надеюсь, что лайк уже стоит под роликом. И давайте начнем. Я постараюсь без какого-либо хейта и негатива рассказать о действительно, как мне кажется, стоящих улучшениях в игре, которые можно осуществить, чтобы ролплея стало на сервере больше. И первое, это, наверное, самое очевидное, ужесточить наказание за нарушение ролплей правил. Поскольку я играю на сервере Эмбер проекта Даймонда, то примеры я буду тоже брать оттуда. Но я не думаю, что как-то сильно отличаются эти примеры с разными другими серверами Даймонда. За использование метагейминга, то есть когда вы пишете ОС-информацию в IC-мир, наказание 20 минут мута. Это вообще нормально? То есть за то, что человек нарушил правила проекта, ему дается 20 минут мута. Если мы взглянем на название проекта, то в этом проекте есть такие две буковки, которые расшифровываются как ролплей, или же игра по ролям. И не просто ведь так они там стоят. Если ты действительно хочешь себя позиционировать как РП проект, то, наверное, нужно делать наказание соответствующее. К примеру, за то, что в гетто на коптах человек быстро вылечился, то есть он тоже нарушил правила, ему выдают варн. То есть казалось бы, варн, он, если я не ошибаюсь, 10 дней, либо сколько-то дней не может вступать ни в какие фракции. Если он получит 3 таких варна, он будет забанен на 30 дней, опять же, если мне память не изменяет. Просто я 3 варна никогда не получал. По крайней мере сразу. Так вот, и по сути, МГ это строгое нарушение РП игры, потому что это действительно мешает. И, зная этого, специально сделали команду «slash n». Ладно, если мы возьмём мою фаму, которая была раньше, Bourbon & Brothers, то там вообще не было норп-чата. То есть там только был IC-чат, потому что я подумал, что не нужно делать ОС-чат, потому что там люди хотя бы общались не от своего лица, а от лиц своих персонажей. То есть там вообще никто в скобочках не писал, потому что за это просто из фамы увольняли. Ну или сначала делал строгое предупреждение, а второй раз уже точно увольнял. Так вот, и сделать наказание за это намного жёстче. Ну хотя бы 120 минут КПЗ. Если человек нарушает правила РП, а именно МГшит, то за это его можно посадить в тюрьму на 120 минут, чтобы он посидел и подумал. И я уверяю, что тогда намного меньше людей будут МГшить. Я даже не говорю, что нужно выдавать варны за то, что ты МГшишь, но всё же. Почему, скажем, за АПГ превышение своих возможностей тебе дают варн, а за нарушение МГ это использование информации из реальной жизни в игру, где ты играешь ранее себя, другого персонажа, тебе даётся всего лишь мут на 20 минут. Второе, это сделать чуть более жёсткие лидерки, потому что когда идут лидеры на свои лидерки, лидеры на лидерки, их обожаю, то там в обязательствах лидера они должны за неделю сделать несколько РПшек. Я знаю нескольких знакомых лидеров, которые делали всё по следующему принципу, то есть такой человек даже был не один. А как я понимаю, просто у меня не очень обширный опыт общения с лидерами, то есть я говорю о тех людях, с которыми я действительно общаюсь и знаю. Когда я с ними общался, они говорили, что, ну, им по части насрать на это, то есть не стали на лидерку, как бы они почувствовали власть и делать РПшки, пуф, ерунда. И то есть как они делали? Просто в последний день ссывали весь младший состав и проводили какие-либо вот эти вот скучные, никому не нужные, неинтересные роллплей-ситуации, скажем, в байк-клубе, когда я был, то есть помыть байки, покрасить бар, принести пиво. И да, казалось бы, это действительно можно обыграть по-интересному, если все бы то будут прилагать усилия, но в это время я сидел с лидером, и он говорил примерно следующее. Мне вообще пофиг, типа, главное скрины сделать, где будет видно там, что есть команда там, слэш ми, ду и так далее. Серу админы не смотрят, что там написано, они видят, что есть что-то и всё нормально. И это безалаберное отношение к своим обязанностям, поэтому за фракцией должен следить нейдер, ну или опять же его заместители во время отсутствия его. Поэтому сделать действительно более строгое отношение к роллплею, чтобы люди, которые состоят на высоких рангах, они не просто делали рпшки для отчёта, а делали их своё удовольствие, придумывали что-то интересное. Также это запретить биндеры, и оставить биндеры только в одном месте, в пд, потому что я понимаю, что в пд без биндера никак, потому что есть преступники, с которыми, если ты быстро не будешь работать, то они просто повыходят из игры, а если ты их на рп-дубинку ударишь, просто чтобы он не вышел из игры, из добросовестных побуждений, допустим, если ты подойдёшь, там, сверишь его с фотороботом, попросишь паспорт, чтобы он подтвердил свою личность, то просто, если у человека есть звёзды, то, скорее всего, он либо выйдет из игры, либо уедет от тебя. И то есть, да, в пд, я не спорю, там биндер нужен, потому что если пд сделать без биндера, то преступники просто будут всё на свободе. Но в других организациях, разве это интересно работать по биндеру, где ты просто нажимаешь одну кнопку, и всё. То есть, к примеру, есть биндер в некоторых местах, где оно это вообще неприемлемо. И раньше об этом, хоть я уже и упоминал, но как-то я не придавал тому значения, потому что я понимал, что проект, он это насрать. Если сами создатели проекта в группе пишут о том, что они действительно хотят повысить уровень роллплей, вот способы. И если выполнить даже эти три пункта, запрет биндера в организациях, там, где он не нужен. Скажем, в мэрии, в СМИ, в больнице. Наверное, сейчас многие скажут, что ну как в больнице, типа это же неинтересно стоять и просто вручную всё прописывать. Окей, а разве интереснее стоять и просто ждать, потом нажимать на одну кнопку, нажимать Enter и всё. Это, наверное, интереснее. Серьёзно? Если вы думаете, что ронь врача, она скучная, то я помню действительно интересную роллплей-ситуацию, когда я работал в мэрии. Там был один охранник, охранял мэра. И получается, что на него было совершено покушение. Охранника ранили, но мэр выжил. И то есть он убил того человека. И мы, получается, обложены начальником охраны. То есть там ещё были охранники. И мы повезли его в больницу. Понятное дело, были неадекваты, которые нам мешали. То есть там по дороге врезались. Орали в голос того, что мы играем РП на Даймонде. Но всё же это было интересно. Ещё повезло, что врач хорош попался. То есть он действительно сделал операцию. Потом, знаете, как пафосно. То есть вот этот клишированный доктор, который выходит из палаты после операции такой, он будет жить. Это действительно было интересно. Поэтому любая роль, если к ней подойти с удовольствием, не просто, ну вот как бы мне нужны деньги, я пошёл сюда, чтобы повыситься, как бы, а что, роллплей? Это что такое, рак простаты? И что, я не понимаю, объясни. Ну и также ещё одно нововведение, которое я уверен, что разработчикам не понравится. Но если такое произойдёт, то действительно всё улучшится. Давайте не буду томить, расскажу. Это выдавать зарплату не только главному администратору, но и другим администраторам, должности которых меньше. Понятное дело, не такую большую, потому что всё же много серверов у Даймонда, много админов. Но я не думаю, что в огромный минус это уйдёт. Да, понятное дело, тогда проект будет получать меньше денег. Но опять же, как по мне, админом будет работать интереснее. Потому что, когда ты администрируешь, и понимаешь, что за это хоть маленькую денежку, но ты получишь, тебе интереснее следить за роллплей ситуациями, помогать игрокам, то есть как-либо реагировать на нарушительный. А ты понимаешь, что типа, это мне сейчас нужно качаться до высокого админа, чтобы потом ещё кого-то блатить, чтобы зарабатывать какую-то копеечку и так далее. Потому что есть админы, с которыми я общался, и они говорили, что в первое время это не все, безусловно, не все были админы, которые работали на постах несколько лет, они говорили, типа, круто, чувак, мне круто, то есть я доволен своей должностью, я администратор, меня всё устраивает, то есть мне нравится следить за форумом, мне нравится банить нарушителей. И окей, типа, хорошо, но были админы, с которыми я тоже переписывался вконтакте, которые говорили, что первым месяцем было интересно играть на должности администратора, а потом это рутина, то есть ты делаешь каждый день одно и то же, и тебе уже неохота отвечать на репорты, и когда администраторам, понятное дело, не первым левелом, хотя бы то начиная с какого-то уровня, то есть распределить эту систему, и выдавать зарплаты своим администраторам, то есть опять же, да, в этом случае проект будет получать меньше денег, но если вы хотите улучшить роллплей, как мне кажется, что это действительно ключевое значение, и если выдавать деньги администраторам, то их интересность в игре проявится сильнее, И то есть они будут следить за игрой намного лучше, чем это было до этого. Да и в принципе, наверное, последнее, хоть как-то поощрять игроков за то, что они играют РП. Скажем, за написание хорошей биографии, то есть не просто скопировку ты биографии вставил, а действительно за интересную биографию твоего персонажа не в пару строчек. А скажем, в несколько абзацев, где там действительно подробно расписано, выдавалось какое-нибудь вознаграждение в игре. Скажем, 50 тысяч, то есть это не такие большие деньги для Даймонда, но ведь игрокам было бы приятнее. Да, многие стали писать эти биографии просто для того, чтобы получить деньги, но ведь из этого процента нашлись бы те люди, которые прожились бы своим персонажем и стали отыгрывать его роль. Поэтому, парни, я озвучил такие вот аспекты, которые действительно ключевым образом могут повлиять на игру. От вас я хотел бы видеть несколько вещей. Во-первых, поставьте лайк под ролик, чтобы он распространялся на ютубе. Также можете покидать его в различные группы Даймонда, чтобы, возможно, к этому прислушиваются другие администраторы, либо люди, которые могут повлиять или хотя бы продемонстрировать данное видео создателям Даймонда, чтобы этот ролик до них дошел. Также, если на форуме появится тема, в которой можно будет высказать свои предложения, я обязательно скину туда это видео. И, опять же, все тут скажут, типа, да ты просто хочешь просмотров поднять. Отчасти да, не буду лукавить. Ведь каждый человек, который снимает ролики, хочет, чтобы его ролик набрал больше просмотров. Но разве это плохое видео? По-моему, я действительно рассказал о хороших вещах, которые, если изменить, то игра в плане роллплея поднимется на этом проекте. Поэтому, парни, большое спасибо за просмотр. Вы сами знаете, что делать. На этом все. С вами был Бурбон. Всем пока.